Всем добра! Вы снова смотрите новый выпуск программы «Навозим резкость». Я её ведущий Сергей Киреев, и сегодня я вас немного удивлю. Вам интересно, чем я вас удивлю? Я в последних программах обещал, что мы будем выходить чаще и программы станут короче. И вот сегодня, я считаю, у нас будет самый-самый короткий выпуск программы «Навозим резкость» из всех, которые были. С чем это связано? Связано это с тем, что я хочу сегодня просто навести резкость и не делать абсолютно никакой аналитики. Почему? Потому что центральной фигурой сегодняшней программы будет начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Анатольевич Горобовенко. Лично я с большим уважением отношусь к Эдуарду Анатольевичу, его служению. Мне нравится его проповеди, мне нравится то, что он делает, его видения, его подходы. Поэтому я не хочу никак анализировать то, что он сказал, но резкость хочу на это навести, чтобы у вас была более чёткая картина того, что происходит в евангельском движении России. Это небольшой будет отрывок из проповеди Эдуарда Анатольевича, которую он говорил 6 июня в Соединённых Штатах Америки, в Сакраменто, в церкви Вифания. Это огромная церковь, которую возглавляет пастор Адам Бондарук. Это, как сам Эдуард Анатольевич сказал, легендарный служитель. И, насколько я знаю, это самая крупная славянская церковь в Соединённых Штатах Америки. В этой проповеди Эдуард Анатольевич говорит о празднике Троицы. И на самом деле в этот день западные христиане отмечали Троицу. И он приводит там местописание из книги «Деяний святых апостолов», вторая глава, о том, как верующие были единодушно вместе, и Дух Святой сошёл на церковь. И знаете, я также, как Эдуард Анатольевич, абсолютно уверен, что придёт момент, когда все славянские верующие, более того, я совершенно уверен, что все русскоговорящие верующие, верующие, которые живут в странах бывшего Советского Союза, действительно будут вместе, и будет огромное-огромное пробуждение, о котором пророчил Хадсон Тейлор, о котором пророчествовали великие старцы России, о которых говорили многие люди и служители из разных стран мира. Я верю, что именно с нашей Россией, а под Россией я понимаю все страны бывшего Советского Союза, придёт огромное-огромное пробуждение последнего времени. Единственный момент, что Эдуард Анатольевич расставил определённым образом акценты, каким образом российские и украинские верующие будут вместе. И знаете, мне не понравилось то, как он растягивал эти акценты, то, что он сделал одну сторону правой, а другую виноватой. Я с этим не согласен. Я долго думал, наводить резкость на эту ситуацию или не наводить, но ввиду того, что Эдуард Анатольевич Горобовенко выложил ссылку на это видео на своей собственной странице ВКонтакте, ссылку на этот пост я предлагаю в описании. Поэтому я также решил навести резкость, чтобы вместе с вами мы могли подумать, оценить, взвесить, порассуждать и поделиться, может быть, своим мнением в комментариях по тому, о чём говорил Эдуард Анатольевич. Поэтому смотрите, думайте, взвешивайте, комментируйте и пусть Бог благословит вас. Субтитры делал DimaTorzok и который способен дать нам достаточно смирения, чтобы получить ответ от Господа. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok